Да, никто не ожидал, что такой счет будет на Тобол. Игра получилась интересная, боевая. Конечно, качество поля, понятно, повлияло на игру обеих команд. Но то, что действительно сегодня был настоящий футбол, и много борьбы, и команды все равно пытались играть через пас, не просто Би-Би-Ги. Так хорошо, что забили два мяча в первом тайме, стало полегче немного играть. Но, к сожалению, пропущенный мяч тоже не обязательно был. Но, с другой стороны, может, и хорошо, что пропустили, потому что хотели еще забить и забили. Так, ребята, молодцы. Всех с победой. Можете сравнить предыдущую игру с Калугой и нынешнюю. То есть, что получилось, что не получилось, потому что в Калуге тогда очень много моментов не реализовали. И еще бы мог быть таким, и тогда уже. Ну, я не скажу, что у нас много там моментов было, но если бы один мяч забили бы, игра бы тоже по-другому складывалась. В том, что в первом тайме там два хороших момента было. А игра также была боевая. Ну, тоже интересно складывалось. Просто меньше было забитых мячей. А что с Белобайдом? Ну, нос. Да, перерывом носа. Неудачное столкновение. И у команды гостей тоже в конце неудачное столкновение. Конечно, это немножко огорчает. Еще сегодня бросилось в глаза, что вы делали очень долго времени взамен. Это с чем связано было? Ну, тяжелое поле, плюс игра такая, в которую тяжело входить, потому что очень много борьбы, единоборств. Поэтому ждали до конца. А где вратарь Паша говорил? Он заболел? А, заболел. Да, он заболел. Скажите, игра Артема кого? Заслуживаете, я думаю, вместо вас море? По одной игре тяжело судить. Сыграл хорошо Артем, надо еще недельный микроцикл тренировок, и все на тренировках доказывается, и кто сильнее, тот выходит. Спасибо. А еще вот такой момент. Сегодня игра салюта наложилась с игрой в Белогорье волейбольного. Как вы относитесь к тому, что две самых главных команды, белгородских спортивных, в одно время играют дома? Ну, я отрицательно отношусь. Только как мы повлиять на это не можем, календарь составляется раньше. Поэтому тут мы как заложники.